Здравствуйте, друзья, с вами Вула, на ваших экранах The Crew 2, и в этом ролике мы поговорим с вами о настройках на разные автомобили под разные режимы. Многие люди на стримах спрашивают, какую тачку лучше взять, какую лучше настроить, поэтому я решил просто объединить все в одно видео. Разумеется, я не дам вам настройки на абсолютно все автомобили, но я дам вам на самые имбанутые тачки, которые только есть в игре, во всех режимах. Сегодня мы начнем со стритрейсинга, то есть это стриткары, дрифткары, драгстеры и гиперкары. И начнем мы со стритрейсинга, начнем со стритовых тачек, и тут, разумеется, у нас имбой является Хуракан, Ламборгини Хуракан, просто превосходная тачка, которая рвет всех и вся на британский флаг. Так, разумеется, многие из вас могут сказать, что типа, вот, я нагибаю на КТМ ХБОР, мне никто не может там палки в колеса вставить, или там я, к примеру, нагибаю на Порше 911 МРС. Кстати, тоже неплохая машина, можете тоже ее использовать. Ну, а что бы вы ни говорили, Хуракан просто имбища редкостная, которую просто не контрится, он просто имба, в нормальных руках он разваливает всех и вся. Описывать каждую строчку, за что она отвечает, я вам не буду, просто дам советы по некоторым пунктам, которые намного значимее влияют на поведение автомобиля, нежели другие. К примеру, вот, воздушное распределение. Если вы будете смещать его ближе вперед, то машина станет лучше поворачивать, но станет хуже держать дорогу, то есть ее станет заносить. Если же вы будете смещать воздушное распределение назад, то она превратится в поезд, будет ехать просто по колее, но станет очень плохо поворачивать. Распределение дифференциала не все так просто, я советую оставлять его обычно либо на дефолтом значении, либо немножко смещать назад, потому что все-таки, хоть и при смещении наперед становится управлять машиной чуть попроще, но при этом вы можете потерять в разгоне. С балансом тормозных сил вообще никаких проблем нету, крутите ползунком до тех пор, пока не достигнете самого минимального значения тормозного пути. Чем меньше, тем лучше, тут уже плевать, куда оно будет уходить, либо вперед, либо назад, но это имеется ввиду для других машин, по крайней мере на Хуракане я оставляю на дефолтом значении, оно там самое выгодное получается. Ну и последняя одна из полезных настроек это развал, и обычно я смещаю их полностью назад, тогда машина становится гораздо стабильнее на скорости, да, управлять ей становится немножко посложнее, но все-таки при поворотах на большой скорости это позволит держать машину гораздо ровнее и шансов, что она уйдет в занос гораздо меньше. Так что тут либо все полностью в минус ставлю, либо, ну, на один там пункт смещаю. Следующие тачки, которые мы рассмотрим, это у нас будут дрифткары. И вот по дрифту я уже делал видео, в котором я выкладывал такие вот хорошие универсальные настройки практически для любого автомобиля, и тут я сделаю то же самое на самом деле, я расскажу вам те же самые настройки, потому что они действительно эффективны. Вот, к примеру, Рыкса, это один из самых хороших автомобилей для дрифта, а если быть точнее, не самый хороший, а самый простой, потому что дрифтить может каждый автомобиль, а тот, кто говорит, что остальные машины в игре практически не дрифтуют, ребят, попрактикуйтесь немножко. Дрифтует. Дрифтует все, любое говно в игре дрифтует. Вот в линейке дрифткаров можно дрифтовать абсолютно на всем, если правильно настроить более-менее. Ну и, разумеется, зависит еще от того, как вы газуете, как вы поворачиваете, как вы переключаете передачи, потому что играть надо в любом случае только на ручной коробке. Если вы играете на автомате, то у меня для вас плохие новости, ну а пока старайтесь использовать настройки, которые я вам дал, и больше практикуйтесь. Следующим пунктом мы рассмотрим драгстеры. Ну, пойдем по порядку, как обычно. И вот тут все крайне печально, в том смысле, что, знаете, я бы даже не сказал, что очень настройки автомобилей влияют на поведение драгстера. Ну, согласитесь, в драге вам нужно правильно переключать передачи. Вовремя и вовремя, разумеется, использовать нитро. Так как в игре присутствует прокачка, которая практически, ну, никак не меняет физическую модель поведения автомобиля, именно драгстера, набираете максимальные детали, которые только возможны, то есть прокачиваете машину на максимум и берете, самое главное, нужную машину. А нужная машина здесь одна, это Chevrolet Corvette Stingey. Эта машина натягивает всех без вазелина, но кроме нее вас будут еще натягивать противники, которые будут использовать Slipstream. Потому что основная фишка установки рекордов на драгстере, это Slipstream. Но все-таки, как я сказал, настройки я-то должен вам в любом случае показать. И настройки здесь единственное, на что влияет, это на поворачиваемость автомобиля. Потому что на некоторых трассах есть повороты, а если драгстер, так сказать, вкрутить в жесткость по максимуму, то он станет поездом и вообще практически перестанет поворачивать. Поэтому вот такие настройки позволяют использовать автомобиль еще немного и на поворотах. Небольших, разумеется, но вы сможете повернуть на некоторых трассах, там, один, два или три раза в зависимости от количества поворотов. А не встретите первый попавшийся отбойник. И последнее, о чем мы сегодня поговорим, это о гиперкарах. И здесь я бы выделил две имбы. А именно, Широн и Эгоистов. Как-то определиться между ними я пока не могу. Вроде они едут приблизительно одинаково. Вроде как бы Широн едет чуть быстрее. Эгоиста, может быть, там немножко лучше управляется, немножко лучше разгоняется. Но при этом максималка у нее чуть-чуть поменьше. При этом, если слепстримить, то я в любом случае использую Широн. Потому что он позволяет развить гораздо большую скорость, чем Эгоистов. С настройками на Широн тут уже все гораздо проще. Потому что я уже делал видео именно отдельно по Широну. Потому что, ну, мне он очень нравится. Используйте вот такие вот настройки. А для Эгоистов я остановился на вот таких настройках. С ними она тоже отлично едет, хорошо поворачивает, тормозит и так далее. Но тут уже решение остается за вами. Потому что я не могу вас заставить ездить на том или на одном. Вот у меня есть знакомые, которые отдают предпочтение больше Широну. Хотя есть люди, которые говорят, что они терпеть Широн не могут. Для них лучше эгоиста. Я вот пока еще определиться так и не смог. Вроде как бы и то едет, и это едет. Но относительно всего остального, что есть в линейке гиперкаров, они вот прям самые выделяющиеся. Да, есть такие машины, типа как Агера, Регера, может быть там Макларен П1 еще может погонять. Ла Феррари, хоть я и говорил всегда, что Феррари говнище. Ла Феррари тоже может что-нибудь сделать. Но все равно ни одна машина в линейке гиперкаров не поедет так хорошо, как поедут Широн и Эгоист. Ну и я надеюсь, вам, ребят, помогут настройки на эти автомобили. Разумеется, тут все зависит еще от наличия этих автомобилей у вас, наличия рук у вас, наличия рук из плеч, а не задницы. Ну, всякое бывает все-таки. Так что на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока.